Полюбившиеся многим рубрика изя раз, то есть изя разоблачитель, где я разоблачаю всякую херню, которую можно встретить в интернете. В этот раз расскажу об очередном совете оптимизировать игровым образом винду, чтобы не логало, и заключается этот способ в отключении алгоритма на игла. Если кто не знает, то в большинстве сетей передачи данных данные передаются кусками, то есть пакетами. И эта очередь сообщений при компоновке пакетов использует так называемый алгоритм на игла. Вообще этот алгоритм придуман как раз для решения обратной задачи, а именно для борьбы с перегрузкой сетей. А перегрузка эта возникает в результате появления в сети передачи данных огромного количества небольших пакетов с данными. Почему же большое количество мелких пакетов это проблема? Дело в том, что, как я уже сказал, через интернет данные передаются пакетами. И каждый пакет использует 50 байт для заголовка, вне зависимости от того, сколько байт полезной информации этот самый пакет несет. То есть пакет, который содержит в себе 1 байт полезной информации, или пакет, который содержит в себе 1000 байт полезной информации, все равно будет иметь заголовок длиной в 50 байт. Это можно сравнить с уличным движением в каком-нибудь городе. Представим, что есть некая улица, и людям в количестве 100 человек нужно переместиться из точки А на этой улице в точку Б на этой улице. Это можно сделать на автомобилях. То есть каждый из этих 100 пассажиров загрузится каждый в отдельный автомобиль, это и будет маленький пакет, и каждый на своем отдельном автомобиле поедет из точки А в точку Б. Это приведет к загруженности этой самой улицы, и несмотря на то, что все пассажиры смогут добраться из пункта А в пункт Б, и смогут начать движение в тот же самый момент, как только им присрется добраться из пункта А в пункт Б, ехать им придется медленно, для того, чтобы избежать аварий, потому что на дороге очень много автомобилей. То есть дорога, в данном случае канал связи, перегружен маленькими пакетами, то есть автомобилями, которые перевозят всего лишь одного пассажира. Если же все эти 100 человек поедут из пункта А в пункт Б на одном автобусе, то у них не получится уехать сразу, то есть им придется подождать автобуса, и пока он полностью заполнится, но поскольку на дороге кроме этого автобуса больше нет никого, они смогут добраться в пункт Б быстрее, чем если бы каждый из них пытался сделать это на своем собственном автомобиле. Соответственно, ограничивая количество персональных автомобилей и увеличивая количество автобусов, можно регулировать пропускную способность дороги, то есть канала связи, и сделать передачу данных более эффективной. Именно в этом задача алгоритма Нейгла. То есть этот алгоритм занимается тем, что отправляет меньшее количество пакетов, но больших по размеру, не допуская перегрузки канала связи огромным количеством мелких пакетов. И для большинства применений, то есть для большинства компьютерных программ утилит и так далее, подобный подход, то есть добиваться наиболее полного заполнения пакетов, является наилучшим. И операционная система программам в этом помогает. Если вдруг одна из программ просит операционную систему отправить по сети количество данных, которое меньше, чем размер пакета, то операционная система отложит отправку этого пакета на некоторое время, в надежде, что эта же программа чуть позже попросит операционную систему отправить еще немного данных, и эти новые данные могут быть сформированы в один пакет с предыдущими данными, что приведет к более полному заполнению этого самого пакета перед отправкой его по сети. Если же в течение отведенного времени пакет так и не заполняется, то по истечении таймаута он отправляется как есть. И наоборот, если с самого начала пакет уже полный, то он отправляется сразу без всяких задержек. Собственно говоря, такое поведение операционной системы, то есть задержка отправки неполных пакетов, и называется алгоритмом на игла. Но киберкатлеты не могут ждать. Это же как же так? Мы же тут не в пошаговые стратегии, не в шашки шахматы и не в карты играем. Мы же тут играем в шутаны от первого лица и в стратегии в реальном времени. Поэтому большинство игр действительно отсылает очень маленькое количество данных. Ну, например, одно нажатие кнопки совершенно спокойно помещается в один байт. И отсылать эту информацию нужно как можно быстрее, не откладывая, без всяких задержек, для того, чтобы получить нормальный игровой процесс. Но понятное дело, что в любой сетевой игре ты хочешь, чтобы информация о твоих действиях и о действиях твоих противников приходила как можно быстрее. Если будут какие-то задержки, то игра начинает выглядеть как-то нестабильно, дерганно, все начинает лагать, и в целом играть, конечно, в таких условиях неприятно, как минимум. А в большинстве случаев и невозможно. И, естественно, кибератлеты, оптимизируя свою игровую ракету, сломя голову, бегут отключать этот самый алгоритм Нейгла. Благо, что в Винде, например, это сделать достаточно просто. Вот только делать этого не нужно. Алгоритм Нейгла, как я уже сказал, увеличивает эффективность использования пропускной полосы сети за счет добавления вот этих самых задержек, в течение которых полностью загружается пакет передачи данных. И если вдруг игра понимает, что какие-то действия в ней должны отправляться сразу, она просто вежливо просит операционную систему отключить конкретно для ее пакетов алгоритм Нейгла, добавляя флаг TCP NO DELAY. Именно это позволяет совершенно штатным образом обходить алгоритм Нейгла, не отключая его во всей системе. В некоторых играх в настройках даже соответствующий флажок можно поставить. Более того, алгоритм Нейгла работает только для протокола TCP, а подавляющее большинство многопользовательских игр использует протокол UDP. А протокол UDP не подразумевает репакетизацию. То есть как вот приложение насрало в пакет UDP, так оно и пойдет в сеть. Никаких задержек тут нет. Соответственно, отключение или включение протокола Нейгла не приведет вообще никаким изменениям в большинстве ихр, по той простой причине, что они не используют протокол TCP, где этот самый алгоритм Нейгла применяется. А вот всем остальным приложением на твоем компьютаторе из-за отключенного алгоритма Нейгла может поплохеть. Ну, например, может очень сильно ухудшиться работа браузера и многих других программ. То есть отключение алгоритма Нейгла не навредит, конечно, твоему компьютатору, но может привести к необъяснимым лагам. А необъяснимы эти лаги по той простой причине, что ты бездумно лезешь туда, где ты нихуя не понимаешь, следуя очередным дебильным советам из интернетов. И абсолютно то же самое можно сказать по поводу любых других советов, которые ты можешь почерпнуть в интернете, в том числе и в моих видосах. Ну, например, с переключением автоматического DNS, который ты получаешь от твоего провайдера, на какие-то сторонние DNS-резолверы. Ну, например, на CloudFair или на гугловский DNS, если он еще работает. Да, так можно делать для получения определенного эффекта в определенных условиях. Но в большинстве случаев важен кэш этого самого DNS. И самый близкий к тебе DNS-сервер – это DNS-сервер в локалке твоего провайдера. Именно по этой причине без особой необходимости не стоит менять DNS-адреса, которые ты получаешь от твоего провайдера, на какие-то сторонние DNS-резолверы. Но только если вдруг сервер твоего провайдера совсем уж логучий. Именно по этой причине, кстати говоря, некоторые провайдеры блокируют известные DNS-серверы, ну, типа CloudFlare. Как только ты его туда вводишь, у тебя вообще перестает интернет работать. И с пресловутым Win10-твикером те же проблемы. Да, эта программа, в принципе, неплохая и удобная, потому что все твики в ней есть. И вроде как автор отмазался вот от тех обвинений, которые ему недавно предъявляли. Ну, как отмазался? Ложечка-то, конечно, потом нашлась, а вот осадочек остался. Но тем не менее, несмотря на то, что этой программой можно пользоваться, если ты пользуешься ей бездумно, как и всеми другими советами по оптимизации компа, то никакой ракеты из твоего компьютера не получится. Поэтому не знаешь, не лезь. И если ты не понимаешь, что ты делаешь, то лучше никаких твиков не применять, а оставить все как есть из коробки. Я блог Ютуба, а ты поклонник, абонент, меценат.